Продолжение следует... 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 и желали бы отомстить своим гонителям. Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу, нигде не сказал, совершай богослужение обязательно каждый день по 4 часа, и чтобы литургия не пристанно совершалась. Об этом нет ни слова, ни полуслова. Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Диане 18.9 Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Мысленно вообразим, что апостол Павел перенесся в наше время, или мы оказались в его миссионерском путешествии. Подчинились бы мы ему, его ритму жизни, или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические вериги, и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Коринфе и Реопаге, освещать воду в Тибре для всех римлян, и делать все, что делают сегодняшние пастыри. Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста, то как бы мы обратились к Богу, если бы не было его посланий? И еще раз повторяются слова Ферфилакта. Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Спасибо, Христос. Для того, чтобы солнце Евангелия не погасло, нам надо всем активно участвовать в благовестии, следовать апостолу Павлу. И другим апостолам. О болящих. Сатяна Кузьмична, кто у нас нуждается в особой помощи? Мария Яковлевна у нас в больнице. В кардиологии она лежит. Шестая половина. Не подтвердился диагноз? Надюша у ней. Ну, просто на кардиологию. Сейчас подбирают лечение. Но инфаркт не выставили. Не начался, успели ее привезли. Слава Богу. Если все хорошо, ей там подберут, завтра ее выпишут. Ну и Зоя Шурдина звонила. Собрались они уже приехать сюда. И она вроде радовалась, что наконец к нам придет. Долго не было. И в бане стала мыться. Там что-то доска не была прибитая. Она подскользнулась. И как раз ковш с кипятком был в ней. Руку обварила и ногу. Помолитесь о ней. Так она в больнице? Она дома. Ну, из дома звонила. Может быть в больницу поехали. Это большая площадь, если руку и ногу обварила. Большая площадь. Надо пожелать. Пока дома была. Как там, я не знаю. Ну, она Кузьминична, где нормально все. Она молодец, держится хорошо. Все, вот моя Алексеевна, здесь у нас. Ну, как бы. Остальные все те же болящие. Ну, а Насте хочу сказать. Значит, Анастасия прошла. Мы были, ну, напомню, что мы были с ней вместе. У Ночмеда, он Кази-Панцера. С просьбой разрешить нам купить лекарства для химиотерапии, которые используются в этом плане, но других производителей. Израильский препарат или австрийский препарат. Он нас долго водил за нос. Показал всю свою широкую родицу. Ну, я несколько раз ему прямыми вопросами. Он от них ушел. Потом сказал, что я не могу разрешить, потому что я вам сегодня разрешу, завтра пойду по следующее. Вот. Поэтому она пошла в этот же день к гастроэнтерологу, который направлял ее на первый курс лечения химиотерапии. И он ее отправил на... Сказал, что химиотерапию едва мы будем проводить, но отправил на лечение в онкоэспансер. И она госпитализировалась. Ей там была консультация химиотерапевта, заведующего химиотерапевтическим отделением. Она посмотрела, говорит, нет, мы вам не будем проводить химиотерапию, потому что он вас убьет. Вот. Что ее расстроило? Ну, проводили там лечение симптоматическое по ее побочным эффектам. Там и тошнота, рвота, и понос, и всякие там болевые ощущения в животе. Вот. И выписали, когда домой ее. Она приехала домой, дома все пусто, не убрано, никого нет, холодно-голодно. Плюс еще такая информация о том, что мы вас теперь не будем лечить. У нее мысли о том, что уже все, финал. И, в общем, сорвалась там. Был такой вот срыв у нее. Вот, помоги Господи. Ну, потом она, вот, Галя позвонила ей, поговорили, и я звонил ей. Одним словом, вышла она из этого состояния, слава Богу, с Божьей помощью. Так что молитесь, чтобы Господь ее укреплял в этом, чтобы не было вот этих срывов, чтобы не было ропота, уныния, отчаяния. Ну, потом все нормализовалось, пришли дети домой, все там уладилось, все многословилось. И Андрей там беспокоится о ней, пришел. Ты худой? Ты совсем худой? Ты как себя чувствуешь? Ну, и ночью вставал, приходил ей, щупал ее желатый. Ты живой? Ты живой? Я здесь полежу, на полу там лег, забеспокоился одним словом Андрея. Вот, ну, то есть, такие вот, такая ситуация. Значит, теперь ее перевели к нам, ну, положили к нам в нашу больницу, в отделение гастроэнтерологии. Ну, во-первых, нужно молиться о рабе Владимире, который не разрешил нам покупать это лекарство. Оно все от Бога, наверное. Эту Людмилу, рабу Людмилу, заведующую химиотерапическим отделением, тоже молитву. Они, чтобы она вот, она и дозировку ей давала, не такую, как вот назначено было по той схеме, которую нам прислали из Америки. Поменьше. Поменьше, да. Вот. И то, что здесь отказали ей в химиотерапии, и что здесь теперь. Я договорился уже в отношении лечения тут и баротерапию, значит, гиперболическая оксигенация кислородом, вот, насыщение тканей. Хотя, существует мнение, что при онкозаболеваниях не разрешается, не практикуется, но я нашел в интернете, что и у нас, в России это используют, и за рубежом используют, и в англоязычной литературе, доказал этому заведующему, не исполняющему обязанности, заведующего гиперболической оксигенацией, что можно использовать, и он согласился, и во вторник ее возьмут на эту процедуру, да, на первый сеанс. Вот. Значит, Игорь его зовут, ее лечащая врач Марина. С ней много бесед я проводил, она вроде как, ну, в связи с тем, что у нее отец там был тяжелый, умирал через тяжелое состояние, долго мучился, причем это в ее профиле, в гастронтерологическом, там у него была болезнь в печени, мать больная, и сама она не очень здорова, но этим словом, все это вместе повлияло, и так, что она подвинулась и в вере, у нее там есть иконки, есть книги, которые я ей давал читать, Марина ее зовут, вот, и когда мы говорили о том, что вот, по Насте, она говорит, ну, да, вот, странно, но она такую фразу допустила при первом выходе, сказала, что в ответ на того, что боль ее сильно беспокоит, Настя ей говорила, она говорит, ну, это через год пройдет, если доживете, такая вот фразу, как тоже, Настя говорит, ну, и шутки у ваших докторов, у вас так тяжело, у вас как-то особенный, одним словом, вот такая ситуация, ну, и в то же время, она, вот, я когда с ней стал говорить, говорю, ну, вы знаете, что написано в Библии, что иногда в руках врача бывает успех, ну, давайте будем прилагать все усилия, чтобы вот, в ваших руках это был успех, а вы говорите, да я всегда так говорю, когда меня благодарят, пациенты, что вот, я там помогла, там он говорит, я им всегда говорю, это не я, я делаю только свое дело, а вот там свыше, говорит, это от него зависит. Остановите базар, пожалуйста, накопите вопрос, и потом зададите Виктору Андреевичу. Ну, одним словом, так, может быть, я лишне подробно говорю об этом, но мне кажется, что это по делу. Еще, значит, я нашел, у нее сильно кишечник болит, и послабление сильно выражены, поэтому с выделениями очень много она теряет жидкости, много питательных веществ и все прочее. Как остановить это, вот уже способы всякие разные, применяем. И, наконец, я вот в разговорах, тут БАК в лаборатории советовался, значит, и она меня подтолкнула на такую мысль, что если вот в Новосибирске открыть такой научно-исследовательский центр, где используют пересадку КОПРА, то есть КАЛА, пересадку КАЛА, там, строгий отбор этих доноров, там, строгие всякие анализы проходят все они, и вот пересадка этого КАЛА как бы сопровождается выздоровлением. Причем это было как бы вот вне нарушения всех там приказов, это еще не распространено, у нас в больнице в отделении реанимации одному пациенту, которому все, применяли лечение, там диарея была такая, что ничем не остановить, и от родственников взяли и пересадили, и получили неожиданный эффект, как бы неожиданный эффект. Причем это лечение стоит в Новосибирске достаточно дорого. за 50 тысяч. Ну, одним словом, вот такая вот ситуация слабается по лечению Насты. Как-нибудь бесплатно. Ну, и хочу сказать, что я думаю, можно нам сделать, так называемый, фонд Дробот Анастасии. Может быть, Галя возьмет, что на себя этот фонд, создание фонда. И первый взнос, думаете, кто внес? Александра Ивановна оттуда прислала, Чернявская. Да, оттуда прислала. Александра Ивановна, Чернявская. Спасибо, Господи. Если никто не против, я возьму сделать. Да. Фонд вот будет у Галины. заболевает. Вот, значит, вот по Насте. Ну, молитесь, прежде всего, чтобы Господь имудрил врачей, чтобы помогли, и чтобы вот это иногда случилось для Насты. потому что, когда начинается статистика, вот там 50% излечения, там 100% 99%, а когда 1% у тебя, он всегда до тебя 100%. Можно по поводу фонда? Тогда я скажу просто на камеру, потому что я знаю, что многие нас смотрят, и даже некоторые связываются со мной по поводу того, чтобы перечислить деньги именно на лечение Насти. Вот кто расположен там, телезрители Игнатия Тихоновича, можете перечислять деньги на мою карту Сбербанка по номеру телефона 8 906 968 63 06. Галина Александровна Загуляева. Еще раз. 8 906 968 63 06. Обязательно, пожалуйста, пишите, что это для Насти Дробот. Спасибо, Христос. Да, ну вот в общине отца Иоанна в Туле в Туле община молится о ней и звонила мне в прошлую субботу одна из прихожанок отца Иоанна вот сказала, что они там молятся, собирают деньги и сказала, чтобы она принимала Селену особенно, то есть посоветовала, что Селену, вот он, его в организме человека не синтезируется, что его нет, там побольше, но Вселену, да, это хороший микроэлемент, но ему тоже нужно иметь голову, приложить. через воду он проникает, да, это и с продуктами. С продуктами. Ну вот так. Проникает. Еще о болящем. Кого мы не вспоминали, Третьякова все выздали, слава Богу. Иванов. Я благодарю всех, я путешествовал тут, на работе был в Турачаке, там в горном алтаре, золотом мыл, как всегда. Ну и в общем, наблюдения такие, 80 человек рабочих, ни одного верующего русского нету. А Боге удавалось беседовать только с двумя мусульманами, которые рядом там артель работает. И это он, начальник участка, этот парень мусульман, звать Махмуд Ахмедович. 36 лет и брат его двоюродный Избудин. Вот привыкайте к таким именам, я думаю, скоро Господь всех тут такими сделает. Потому что, ну русский народ добровольно отрекся от Бога и продолжается это все добровольное отречение. Никому ничего не надо. И все неприятности у меня никто не представит из-за чего. Из-за бороды моей. Это просто невероятно. Все мужики там против меня ополчились. Даже те, которые ко мне хорошо относятся, говорят, ну все, говорит, у тебя нормально ты работаешь с рабочими. Там я, горный мастер, нахожусь между рабочим классом и хозяевами. Это, ну всегда самое, ладно там инженер там государства было, а когда хозяева еще, это наковальна такая, что, ну все достается. Между молотом и наковальником. Да, все. И от рабочих достается, если там они не получили свою зарплату дневную. Ну и от хозяев естественно тоже, потому что они должны рабочих обманывать. А я пытаюсь наоборот рабочим ну предоставить все для того, чтобы они могли там за ремонт и техники не платить деньги. Я не знаю, чем это вызвано, но я впервые с этим столкнулся. Потому что в артелях обычно если человек ремонтирует, это все приветствуется. Здесь же, если машина встала, то пока ты не отремонтировал, тебе денег никто не платит. И поэтому все работают так, чтобы наработаться, чтобы как можно машина работала в течение моточаса, чтобы шли там капали или километраж. И в то же время, чтобы не делать никаких таких работ, которые могут быть сопряжены с какой-то опасностью ремонта. И поэтому там постоянно нужно сыпать дороги, постоянно нужно следить за тем, чтобы всем было комфортно и все это ложится грузом на плечи горного мастера. Вот так плавно положили и все недочеты теперь с него. Это очень было сложно. Ну, хочу сказать вашими молитвами, Господь так дал, что с рабочим классом все нормально. Ну, хозяевам никогда не угодить, потому что золота мало. Они работают на чужих местах, им там что дали, то они работают. Ну, а вот эти ребята очень мне понравились. Они дагестанцы. И оба, один вот этот Махмуд, он учился с 8 лет и до 14 учился в правоверном как мадресе. Мусульманский правоверный мадресе он учился. Наизусть они там учили Коран на арабском языке. И он мне на арабском языке могу сказать шпарит. и потом переводит на русский. Корявенько, конечно, он так разговаривает немножко с акцентом, но как бы некоторые слова, которые у нас русские, он заменяет такими словами, но я его подправляю, да, это именно правильное слово ты подобрал. И вот переводит этот вот этот Коран с арабского языка и говорит мне, а вы Библию тоже наизусть знаете? Я говорю, ну, это как бы тебе сказать-то? Ну, конечно, я ее знаю, но думаю, интересно, встретился бы он не со мной, а с кем-то другим. Что вы там? Ну, и у них очень много таких изречений в Коране, которые он переводит на русский язык, а я ему по Слову Божьему передаю. Вот одно из них, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. своеобразно там это есть все. И вот у них такие понятия о грехе, с нами они, он говорит, у тебя дети-то есть? У него как раз родилась дочка, он ездил в Дагестан. Я говорю, ну, есть у меня но сейчас у меня жена, которая верующая, у нас детей нету. Он так серьезно относится, никогда не улыбается, ничего, никогда я не видел, чтобы он улыбался, он все время серьезный. Он так, тебе знаешь, что надо? Тебе нужно обязательно взять вторую жену и бери молодую. На полном серьезе. Я говорю, так это, я же христианин, он, и хорошо, что ты христианин, я уже понял, что ты добрый человек, все, ей будет с тобой хорошо, зато у тебя будет продолжение рода, и она переводит мне, о, люди, должно быть продолжение рода, ведь вы же разумны, я вас создал для этого, Аллах говорит, и Мухаммед пророку, это обязательно нужно добавить, вот к Мухаммеду это обязательно нужно добавить. Брат, про бороду, что ты там про бороду? Пробороду? Да, про бороду, что, про бороду, коллеги недовольны, да, ну, и я там, как бы, постоянно с рабочим классом, и они там недовольны, ну, многими горными мастерами, хотя, вот, геологами, они всеми довольны, а геолог, он что, он вообще в стороне стоит, его дело только показать, где золото, и все, а тут я в горные мастера попал, я обычно же геолог, и, говорят, вот, ну, все у тебя, говорит, хорошо, все, мужики, молодец-то, все хорошо, ну, там с одним близко сошелся я водителем, он как-то принял участие в моей этой жизни, там, ну, он видит, что меня там действительно, это, как мальчонку гоняют, хотя я там самый старый, в общем, оказался, и, это, говорит, ну, у тебя тут только одно, такое, я говорю, интересно, о чем у меня такое, думаешь, что же там у меня такое-то, не так смотрю, или что, говорит, это, борода вот у тебя, ты, говорит, как какой-то, говорит, как дурачок, среди нас, и вот так, где не появлюсь, все там, мочалка, там, или еще что-нибудь, то есть, оскорбление со всех сторон, от таких вот щенков, 20-летних, 30-летних, в общем, ну, Господь так меня, видать, провернул, через всю эту мясорубку, а то я так вальяжно жил, хорошо, Игорь Владимирович, все, а там я просто Игореха, такой, простой, единственное, пинка под жопу не дают, потому что крупные еще, а так, это, гоняли бы, как ты это, седровал козленка, как собачку, вообще, да, и это, хозяева молодые, 32 года пацану, у него в глазах стоит, в общем, я так понимаю, что, почему большевики, как знаете, вы там, есть такая белая гвардия, и там два героя, этой повести, Булгакова разговаривают, и один говорит, ну, вот теперь я прекрасно понимаю большевиков, и вот я, когда посмотрел эти глаза капиталиста, этого нового вориша, я понял, почему большевики их всех истребляли, ну, то есть, вот за таких вот людей, и злоба возникает, вот о том, о чем сегодня читали, вот эта вот злоба должна, как бы возникнуть у апостолов, чтобы мстить, вот за то, что, ну, их же так, точно так же шпыняли, это вот сегодняшнее гонение такое, и просто меня прям выталкивают из этой вот организации, и мне бы туда и работать, потому что там работа для меня, ну, легкотень, определить, где золото, ну, это как два пальца об асфальт мне, но там устраивают такие мне экзамены, как будто бы я только институт заканчиваю, и это, и главное, там никто ничего не понимает, один я, я говорю, я не могу вам на глаз определить, где золото, уровень, я говорю, если бы я был геологом у вас, я бы взял лоток, определил бы, первоначально, потом взял бы пробы, отбили бы, и я бы вам четко рассчитал и рассказал, где тут золото, где нет, о, так ты же, это, известный такой геолог, как, что ты не поймешь, что ли, ну, это же дурачки передо мной, это так же, как у нас микроскоп, вы что, микроскоп посмотрели, диагноз, я не знаю, ну, там заглянуло, там диагноз прямо написано, ну, я думаю, что это очень сильно похоже, и стоит, смотрит такой, я говорю, давайте мне все полномочия геолога, а я, когда еще устраивался, говорю, я не понял, горные мастера, говорю, а геологи-то у вас там есть? Геологи? Так посмотрел на меня и говорит, да мы сами все геологи, я думаю, ну, вот это я попал, ну, ну, поеду, посмотрю, поехал и посмотрел, по полной программе, хорошо, и девчонки, что они зимой собираются мыть золото, единственное, я проверил теорию Игната Тихоновича о сале, все, я прекратил есть сало, ну, как заболел, с желудком-то, я прекратил есть сало, и мусульмане, и тут мусульмане, и что-то там разговор зашел о сале, я, я им спрашиваю, а вы тут сало-то едите, вижу, что-то он заменжевался, а ты что, говорит, не ешь сало, я говорю, нет, не ем, а вот это, вот это уважаемые, они меня только, а, да, если они увидали меня, а там у них рядом артели, там они моют приборы, там стоит домик, где они там чай пьют, все, и он прям с этого домика бежит, и я Авраама вспоминаю, который от шатра бежал к трем этим, и вот бежит, спотыкается, Махмуд такой небольшого роста этот, и прям, уважаемый, оглядывается по сторонам, у него в глазах такой страх какой-то, оглядывается, все, уважаемый, подбежал за две руки, меня взял, и такой, уважаемый, пойдемте к нам, погрейтесь, чаю вас напомним, пойдемте, такой уважаемый у нас, и смотрит, а там у него русские рабочие, человек 10, они на меня, ну я бомж, вылез откуда-то, вы спомойте, что непонятного-то с бородой, он меня затянул туда, ну и они подходят, тоже чай пить, а им интересно же, ну что за человек, а он передо мной, прям, уважаемый, вы очень хорошо, что днем работаете, это много пользы будет для этой организации, вы определите везде, где золото есть, а он видел, что я там с лотком лажу, он говорит, вы первый, говорит, когда я его видел с лотком, говорит, у них, а обычно, говорит, они все ходят, что-то там на глаз определяют, пинают ногами там эту землю, определяют, сколько там золота, мягко, твердо, и я говорю, ну да, я понял уже, что они как-то решили по интернету, он, да, да, насмотрелись, и все, с таким акцентом, и потом, чаю мне наливает, вам сколько сахару, я говорю, я без сахара, хорошо, вот конфетки, печенюшки, все, потом повернулся так, ай-яй-яй-яй-яй, и такой, ну почему вы, почему у вас нету вот этого, ну такого, суеты, не мог слово подобрать, этим, которые русские-то там сидят, парнишки, ну суеты этой нет, глядите, какой почтенный у нас человек, пришел в гости, а вы так просто сидите, не суетитесь, до такой степени, я вообще поражаюсь этим мусульманам, я говорю, я говорю, жаль, что вас вот убивают, я говорю, я понимаю, почему, бородами, ну одного борода, это, ну они все стригут, этот Махмуд, он сильно стрижет, выстригает, а этого из Будина, и причем из Будина начал, у него больше борода стало, я понял, когда он со мной познакомился, он говорит, а вы не боитесь, что вот вас ваххабитом назовут, я говорю, да это все прошлое уже, ваххабитом, я говорю, меня вот здесь, непонятно, какими словами назовут, причем меня назовут, меня обзывают, там вот эта молодежь, они меня обзывают таким словом, ну которое, ну никак нельзя применить к человеку, который с бородой, то есть, этим словом обзывали тех, которые брились, ну, а меня обзывают, я с бородой, меня так обзывают, я так подхожу, говорю, вы меня так что ли называете, ну такие суетятся, да нет, да что-то там на человека, убегают, я думаю, ну вообще, ну да, но они там все такие, ну один другому передают, просто, ну которые повзросли, конечно, которые приехали за работу, мужики, с теми, можно там разговаривать, ну только о работе, о Боге, я начал немножко, одному там, второму, там еще повариха, девчонка была молодая, она ко мне подошла сама, и говорит, я хочу научиться молиться, как она меня там вычисла, я ей Новый Завет подарил, там кое-что сказал, буквально несколько слов, и сразу понеслось, о все, это снимает ее уже, все снимает, что бы, кошмар, короче, кошмар, я подошел, потом я ей говорю, слушай, мы с тобой больше не будем разговаривать, ни о чем ты, мимо, проходи просто и все, потому что это невозможно, говорю, просто какой-то базар, это сатанинский идет, и все, но я там пресек эти разговоры, конечно, там один мужик, другой, такими фривольными, я говорю, что-то, 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 и замолкают, но я говорю, вам, говорю, что рассказать-то, о чем, ну, ты там встретился с ней после этого, или нет, где-то, я говорю, вам-то, даже если я встретился, какое дело, я не могу понять, вот такое наблюдение ведется за вершими людьми, ну, ну, просто не понимаем этого, но это сатана, так видать, присматриваете, ну, а про мусульмана, если рассказывать, то я хочу сказать, что, ну, их тут лучше не выставлять, ну, нам еще можно показать, но православным, когда они начнут цитировать Коран на арабском языке, ну, держись, все православие, оно рухнет, как мыльный пузырь, лопнет просто, и не останется ничего, один пшик, вот это обучение, и не просто он учился, он верующий, он натурально верующий, он в это верует, и самое сложное было, мне обойти этого Мухаммеда ихнего, потому что, ну, я не могу прямую сказать, что ваш Мухаммед сатана, в халате, потому что, ну, он много сделал для того, чтобы Библия распространялась среди арабов, они хоть знают, что Библия была, они понимают, они знают, что Библия, но они многое не знают, они думают, что наоборот, по Корану христиане, евреи Библию взяли, то есть у них все перевернуто с ног на голову, они даже временные рамки эти не знают, у них там все запутано очень сильно, и особенно с грехами, вот я рассказал про Жиму вторую, я ему пытался объяснить, он, нет, 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 вот самый страшный грех, это прелюбодействие у них, все, я говорю, о курении, там, пьянство, ну, это такие легкие грехи, которые можно, Аллах простит такие грехи, я говорю, Аллах простит вас, я говорю, самый добрый Бог, которого я знаю, вообще невероятно, я говорю, ну, в общем, спасибо, спасибо, еще одно подтверждение того, что они религиозно талантливые, вот нам надо этому учиться, то есть нужно себя нудить и веровать, так как вот они веруют, но веруют именно в степень такую, возвести нашу веру, но оставаться православием, тем не менее. Так, у нас сегодня торжественное событие, мероприятие намечается, надежда Васильевна, круглая, очень круглая, хобилей, кругленькая такая, да, 50, 50, Благодать Господа добудет всегда с вами, дорогая наша сестрица, сердечно поздравляем с юбилеем, смирения, терпения, духовного спасения, братья и сестры, креста воздвиженского общего лета. Многое лето нашей сестре! Многое лето, 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 Спасибо, Христос, Вас! И с удовольствием, и с большим желанием, и с нетерпением даже, послушаем, как они там трудились, каких результатов добились с Божьей помощью. Игнатьев Иванович, Вам слово. Сколько кубических метров перевозили? Я только скажу немного о том, о чем уже говорили. Ну, последняя вот запомнилась, брат говорил, не буду есть сало. А вы знаете, я сколько раз бился с этим, чтобы сало здесь не заносили даже. Потом нашли в холодильнике лежать, я сказал, выброси собакам его. И собаки не едят, валяются и все. Не ешьте. И брат сильно восставал, когда шли занятия, и он прямо сильно так, вот это придумать и мусульманы ради их. А что я сделал для того, чтобы у него случилось? Ничего, я только молился. Это, брат, не просто ты так это понял. И я-то пережил, а я знаю, что такое 2 миллиарда мусульман. Мы проехали 6 мусульманских республик. Так, прошли Турцию, и везде встречи были. Особенно запомнилось мне, когда Самира Тагева повела меня в мечеть. Между намазами, между молениями, то есть, какой-то там промежуток времени, там 3 часа. И когда заходить туда, надо разуваться. Я разуваюсь, а у меня дыра на дыре на носках-то. У других-то у меня нету. Но мы босиком можем, но я все равно босиком и зашел. Зашел, купол, я сразу прошел, и гляжу, они вдоль стен сидят, с некоторыми ребятишками, мальчики только. А когда Самире сказал, нельзя ни сюда ни какать, отец Игнатий нельзя, ни только там, где-то, где-то женщина. И вот сидят они с этим, с потриженными бородами, но устав гласит у них, чтобы не короче 6 сантиметров. Откуда они взяли? Шестерка у них вращается просто. Это было у них в Афганистане. Умер кто-то, они подошли, замерили, а у него 4 сантиметра. Положено 40 ударов палкой. Мертвого разделили, значит, из 40 ударов палкой, чтобы Аллах принял его, то есть он, то другое. И теперь вот брат Игорь это понял. Когда знаешь, что ты свиноед, ешь свино, я с тобой не разговаривать не буду, погонь ты весь. И вот тебе Бог так сделал. И болезнь, может, твоя была для того, чтобы ты это понял, и с мусульманами встретился, и заранил божественное семя. Мне это Господь позволил, ведь я глянул, какие лица у них, как они на меня взглянули. Я зашел, сразу перекрестился. Видно, что в другом бы месте он со мной по-другому разговаривал. Тут молча. Я сделал поклоны и последний поклон в землю. И так как он их становится молиться, я стал молиться, считать, очень аж еще. Стал. У Стильных-то их нету никого. Они вокруг меня в три кольца. То есть никак мне уже не выйти оттуда. Но я глянул на их лица, суровые бойцы, это настоящие воины. И я стал им говорить. И вот как, знаете, вот бывает, где-то попадает свет в темноте, и кто-то бы так вот водил по сине лучом. Так у них один помягчал, другой, третий заулыбался. И я когда уходил от них, как будто бы мы давным-давно вместе живем. Вот как Бог делает. Это мы были в Нахичеване, где там комната намаста была, да? Ну, в библиотеку заходим, и написано комната для намаза. И замочек висит. А директор библиотеки мужчина, у русских это очень редко. И он сразу сфотографировался с нами. И когда на выходе мы говорим, вот комната для намаза, а можно помолиться там? Какой разговор? Звонок, мы идем все открыто. Мы разулись, ну, как у них положено, зашли. Один брат снимал, а мы стали молиться. Ну, три святоя прочитали, попросили мира. А потом нам сказали, тут только что было убийство священника. И дальше говорят. Я первый раз увидел, как на улицах стоят автоматчики и чуть поводок снайперы. Со снайперами я никогда раньше не видел. Такая напряженная обстановка. Потому что на дотационном положении вся Чечня, ну, за это Ахмат Кадыров заплатил, Рамзан подхватил. И они тоже хотят встать. А это намного больше людей. То есть могут не работать и их прокормят. Но суть-то не в этом только. Дело в том, что они отстояли свою свободу. Мы впервые встретили там проспект имени Путина. Вы нигде в Москве не найдете, даже ему бюсты ни одного нет. А там главный проспект не Ленина, а Путина. Вот о мусульманах коротко сказать. Даже вот девочки как одеваются. Показано, мать кормит ребенка. Православная. Написано православная в хиджабе. Мальчик что-то там спрятался за ним. Года два, наверное. Рядом мусульманка сидит. Мусульманка в хиджабе. И он такой, парнишка такого возраста подобрали. Он смеется. В интернете я беру оттуда. То есть это наше одеяние забыли. Где, как одеваются. У старообрядцев они не понимают даже этого. Я говорю, ладно. Вы говорите для девочки. Не замужняя? Не замужняя. Она может без платка быть. Ну да, Павел так и говорит. Ну давайте дальше. Она не вышла замуж. Говорит, старая дева. Ей уже не 20, а 25. И она вас в храме без платка? Простой вопрос. И все встали. Нет платок. А как? На половине головы открытая. То есть она половина. Там половина здесь. Ну то есть лукавство. Лучше нашего одеяния у малых детей нигде не видели. Они этого не понимают даже. Вот здесь учи. Поперек лавки ее. Грудь кормишь уже. Надень на нее хиджаб. У мусульман так. Надо смотреть и приглядываться к их опыту. А опыт у них с нашим сравнивать не приходится. Как будто специально все придумано против Библии. Более агрессивной религии в мире не было, как мусульманство против христианства. Если кто-то из них уверовал, принимает христианство, ты должен убить его. Если он в эту ночь не убежал. Ты должен убить его. Прямо в Коране говорится. А у Моисеева закона точно так же. Лежащая на лоне твоем, жена лежит на груди у тебя и скажет, пойдем слушать филистинскому богу. Да не пощадит ее рука твоя. Это все взято отсюда. Моисей и Мухаммад прорубались. Но то было божественно, а это нет. Пророк Иеремия говорит, что если жена ушла и сделалась женой другого, может ли она вернуться к первому мужу? Он говорит, нет, не развратилась ли бы вся земля. А у них наоборот, если она развелась, а потом опять решили друг друга простить или что там, то она не может к нему вернуться, пока не побудет чьей-то женой. Должна быть прокладка. Он на работе и по интернету ей говорит, ну Айша, разводимся с тобой. Она знает, что он ее очень любит. Да ты что? Ну разводимся, раз такое дело, а что мне делать? Ну развелись, все, развелись. Он должен три раза сказать развелся, все. Ну домой приходит, охранники стоят. Ты куда? Домой. Какой дом? Ну я здесь живу, нет, ты разведенный. Где? Твоя запись. А запись шла. Все. Хода нет. Теперь, любыми путями, любого мужичонку она должна найти, одну ночь хотя бы с ним переспать, и тогда может вернуться к нам. У нас это высочайшей степени разврат, а у них благо. Вторая жена, им не надо разбрать и говорить, потому что узаконенный разврат, четыре жены. И он женится сейчас, написано, двухсотый раз. Двухсотый. Каждую четвертую жену другая понравится, он приходит, и ты вчера там не дожарила. Сосед, ты слышишь? Я развожусь с этой. Все. Она не имеет права в дом уже заходить. Поэтому она в ожерельях, все, что она имеет, это весь золотой запас на ней все время. И она под этим игом ходит по одной плашке. Послушание жен надо поучиться. Так, чтобы она сама ушла, я нигде ни в литературе, нигде не читал. Только у Чингиза Айтматова там одна была, одна местная, они ничего не знают где-то. Вот о мусульманах. Если они здесь, и с ними приходится встречаться, то у меня несколько человек, сейчас мусульман, и готовились приехать, принять крещение. Он говорит, угроза от всех, даже от матери. И мало того, я рассказал о десятине, они каждый месяц присылают десятину. Я говорю, там священник где-то добавил, нет, они все нарушают. Каждый месяц, он говорит, а столько-то вам, видно, что полторы тысячи, две, три, вот так вот где-то, немного. Но какая искренность. Это через интернет подошли, вот я должен сказать, мы там были, в Потеряевке, 4 месяца, это одна треть года. Одну треть мы там проводим. Очень успешно было все, благословенно. И что я буду говорить? Я буду хвалиться Господом. Как Господь слышит? Вот Игорь рассказал, и все остальные, ну вот так-то ты узнал, теперь-то тебе лишнее, тебе не поможет, ты толстый, тебе надо убирать. Это врачи даже говорят. Но все это молитва. В Потеряевке была буря, и буря повалила деревья где-то, и у нас две большие ветлины, огромные такие, их убирать надо. А пилить, пила наполовину не хватает даже. Володя все-таки Андрюша тогда купил. Андрюша, сколько ты за пилу заплатил тогда? Ну, 4 тысячи с чем-то так, да? Наверное. Но сегодня другая, я сказал, она все время глохнет, дымит, ты не заведешь, но все-таки пилили. И нынче мне сказали, сколько он заплатил? 18. 18, за 18 тысяч купил я. Штиль. А? Штиль. Штиль называется. И вот нам нужны сваи. Сваи, это до 20 сантиметров почти толщина, не меньше, до 2 метров высоты. Это надо найти прямые, хоть примерно, приблизительно где-то. Спилить, привести, распилить, ошкурить, шкуру снять, сучки срубить. Потом на 4 спила сделать, чтобы спилить, чтобы острая была где-то. И потом промазать, увести на пруд. Вот. С одной. Сколько времени надо? Мы, я подсчитал, более 500 свай заготовили, ошкурили. Последний раз обратился в деревню, и прям вся деревня вышла, шкурили, с ножами, с топориками стояли. Дети большую помощь оказали. Дети, которые в гостях у нас были, лагеря нету. Все, все работали. Ну, кто-то быстрее, кто-то тише, всем благодарны. Но, необходимо. Большую виду делают бобры. Как он такую нору делает? 80 сантиметров в диаметре. Представь себе, вот такая вот. То есть мы вдвоем можем даже пролезть. И он ее копает из-под воды. Не знаешь, где он сделал нору-то. Он там за метр начинает, или там, может, метры глубины. Нигде не видно норы. Он ее выходит дальше, выше уровня воды. Вдоль идет на этой дамбы. И потом делает еще ниже. А когда уровень воды-то поднялся здесь-то, она прорвала. Она дошла дотуда, дошла на слив на два сообщающихся сосуда. И три пруда потеряли практически. Я приехал, а вот давайте еще там через эту прорву-то где-то. А что же не делать? Так а что сделаешь? Мы не знаем, где даже. Я говорю, с обратной стороны. Срочно сваи и самонить. Поднять уровень выше, чем осталось воды. И теперь, ну а дальше до конца самонить. Тоже у нас все это снято ролики. За лето мы сняли и выставили в интернет примерно 1050 роликов. Вообразите. Их все надо было обработать, надо отослать, надо было, ну и проще, и проще. Вся работа духовная, почти вся, сошлась на интернет. У нас посещаемость просмотров примерно 8 с лишним миллионов. Миллионов. Подписчиков 8 тысяч примерно 200, которые регулярно, каждый день почта поступают к ним. И наших роликов 8, почти с половиной тысяч. Тысяч. Я не знаю более крупную, есть ли такой у кого ресурс. И разбито еще, это вот деревня, это вот лагерь, это звери, это голуби, это собаки, это надо все было разнесить. Я по этому утрам вставал раньше. В 4.40 мне позвонит Никита, потом Татьяна в 6 позвонит Кузьминича. Минимум 2-2,5 часа каждое утро я проводил за компьютером там. В другое время никак, только заплачу деньги. Там нет, это не то, что здесь безразмерно, а там все, лимит. И вот так у нас пошло. Я решил везде поднять уровень. А уровень поднять, это надо дамбу поднять. Подумать о стоке. А два прорыва. И прорывы такие, что 8 метров ширины, глубина метров 5, и так метров 6. Вообрази сколько всего. Опять пришлось нанимать бульдозер. Бульдозерис был новый. Я за того держался, а его нет. Он теперь другой. А этот еще лучше оказался. Арсений Виктор Михайлович. 60 лет почти. Ну и мы подняли первый мостик. А чтобы вода-то прибывает, а проезда-то нет, она его разнувает. А уже промыв. Пройти нельзя только 5 метров ширины. Сделали лестницу и по лестнице перейти на ту сторону. Ну и стали заготавливать кирпич. Обломки с разъезда-то. И примерно 7 самосвалов туда в этот прорыв загнали. И он удавил все. А потом сразу бутовый камень. Они не достроены, бросили там бомбоубежище настоящее были. Камень его выковырнуть надо. Ну вдвоем бывает грузить, а потом везут. Все распределено было, четко. Ну для меня труда не было. Я был прорабом. У меня 250 человек и 6 объектов было каждый день. Так что тут каждому свое дело и дальше в начале дела. Вся деревня вышла. И вода поднимается. А теперь мы с вами все это прогородили, прорыв. А теперь туда этот кирпич. Стягивайте их или не стягивайте? Кирпич если туда будет, она стянет, а они прямо стоят свои. Наклонятся сюда. Если не сваивать, он задавит. Кирпич развалит так. Я то свяжу, то развяжу. Каждый раз прошу ребят. На крест развязали. Конечно он их развалил, но не до конца. Это бульдозер. 18 тонн. И он конечно вдавливает как надо. И вот вода поднялась и пошла-пошла. Они размывают. Мы сделали надписи. Дно хаменистое. Которое весной переходить. Перила и российский плак. Красно-синее, белый. Покрасили. Ну и там шлюз. Шлюз это уровень. Уровень как? Прорывает все. Мы решили сделать его постоянно. Деревенские выпускают. Когда вода начинает подниматься выше, у них никого нет. Когда она уже прошла на спад, а теперь и не поднимешь. Дежурить надо. Никто не дежурит. И тогда мы решили постоянную пломбу поставить, называя пломба на шлюзе. Это опять же сваи с сеном, глина, самонить, долбить, трамбовать. И это надо увидеть, какая работа. Кувалда это больше 10 килограмм. И представьте, длинная ручка вот такая. И он, чтобы сразу начать стопать, обрезанные какие-то сваи на такой высоте. Стоит на них, качается, и эти 10 килограмм должен бить. А я как буду держать, если он промахнет, от руки ничего не останется. Я держу лопатой, собрать, если куда она качается, с той стороны. Но она дергала, дергала. Мою лопату выделила, бульки, лопаты. Только весной могли бы. Я и магнит принес, таскал и граблю. Бесполезное дело. Это все событие. Ничего не достанешь. Этого нету. Ни погоды где-то. Теперь по деревне, в деревню заезжаешь. Дорога была уже раньше сделана. А теперь, там, где Глушков, где Мамрийский дуб, как под Мамрийский дуб, там ветла стоит, где люди могли остановиться, попить, там, почитать Евангелие. Как сделать? А рядом, когда делали пруд, гора, я там и говорю, надо эту гору, глиняную, но она высотой, ну, повыше, чем вот потолок. Ее надо сдвинуть. А как? Он туда не залезет. А рядом уже домик построили. Ну, надо с этой стороны ему подсказывать. Он говорит, нет, он не послушался. И пытается столкнуть, там, ветлы наросли. Ветлы за эти годы, это 26 лет, ветла огромные. И он тратит целый час. А я плачу за каждый час полторы тысячи. За то, что привезли машину, это 21 тысяча. Мне нужен комбайн Драглайн углубить. Кое-как нашли. Просят за доставку 31 тысяча, и за каждый час две с половиной. В день работает он 10 часов, в 6 часов уже завтра, чтобы ему было-то. Я каждый день должен 25 тысяч. Но, на это мы не пошли, на этом денег никаких нет. Деньги. А у меня пенсия-то была 6 тысяч 523 рубля, 13 копеек. Откуда? Сам не знаю, не могу ответить. Когда я задумаюсь, ну ладно, тут кто-то откуда-то, кто-то в карман положил, кто-то перечислил на карту. Это нельзя объяснить. Это только молитва. Вот я сказал, говорю, нынче Роспотребнадзор-то даванул нас, лагерь мы ликвидировали, а теперь надо в деревне дома покупать. Покупать! Нам никто их не дает. И мы купили. У нас практически 5 домов теперь. У двух нынче в одном девочке и в другом мальчике были. И теперь обратно в лагерь, кто был, из этих домов их не выкуришь. Главную работу провел Михаил Кальмаев был в прошлом году и нынче приехал. У девочек на 12 мест было, ну можно было и больше сделать. Ну, у мальчиков там меньше, но там второй этаж. Теперь будут просить, чтобы все. Я должен был купить, подарить дом Володе, подарить дом Никите. Без рубля. Ну, я там купить, что требуется для этого еще. Все постараюсь взять на себя. И вот я сообщил, надо кухонные комбайны где, а нету. Я взял в интернет, говорил и просто сказал, что надо, а нету. Буквально на утро пришли деньги из Испании. кухонные комбайны. Католики там, похоже, приняли православие, все мои книги выписали. Все. Проходит несколько дней, батюшка благословляет морозильную камеру холодильника купить. Денег нет. Я сказал, из Италии прислали. И человек оттуда приехал принимать крещение. Понимаете, что? Теперь эти сваи мы увозим туда, они лежат. Надо, значит, после этого еще кирпич привезти. И вдруг туда прихожу, смотрю, а там головняк, а там и сваи-то. Кто-то там был. А кто? Охотники. Да охотников не было. Тут корови и лепешки лежат. Кто-то пригонял. Я дерево не предупредил никого, чтобы там не было. Не гоняли коров. Коровы были. Найдите, кто это делает. Такой труд положен, они сжигают. Это ваша шпана. Я их так и назвал, так и записано все. Найдите. Ну, давай пересчислять. Ну, где эти девочки были здесь. Эти вне подозрения. А всего четыре дома. В одном доме там Глушков, Устинов и там Женя Янчук и Барабаш Игорь. Кто пасет? Стали сказать нету. Все больше склоняться стали к тому, что издали кто-то был. А коровы сами по себе, а кто-то пришел и не могли. Всех допросили. Родители, отцы, детей. Нет нигде. Но у меня есть очень хорошая связь, где я могу узнавать все. Я просто положил на сердце молиться и искать. И здесь, Бог совершил невероятное чудо. Я хвалюсь Богом моим. Что такое живой Бог, который прямо слушает и прямо отвечает. А это не все. Два года назад было, или даже теперь больше. Кто-то залез на голубятню, оно у меня там без замка было закрыто. И отравлено голубей в корм. Я утром пришел дохлая. Ночью. Ну, ночью чужой придет, он только украсть, но чтобы... И вот мне шарщины, где берем доски, этот, руководитель там этого заводика маленького и говорит, у меня ночью сегодня овещек отравили, 20 овещек мертвые. Зависть. Зависть страшный грех. Иосифа предали зависти. Пила знает Христа предали зависти. Я прямо конкретно кто-то завидует и завидует по-крупному. Тоже молюсь. Ответа нет. И вдруг почти сразу же пришел ответ. Приезжает человек и просит прощения. Это вообще вообразительство. Уже забытое казалось. это я стою просто. А что я могу сказать? Он мне на шею пал, я ему. А кто-нибудь знает про это? Нет. Пусть никто не знает. Начни сначала. Почему ты это сделал? Оказывается из зависти. Слишком хорошо у нас все идет. Оба случая из зависти. Я столкнулся и понял. Здесь никакая милиция, никакой уголовный розыск не могли бы найти. Сам пришел человек. Я уж не говорю кто мужчина женщина там. Вот Бог как делает. Для меня я хотя это и знаю как Бог отвечает. И вот Виктор вернулся во Франции больше полтора месяца был. И то я просто ощущал когда молитесь. а здесь я не ожидал это для меня это тоже было почти потрясение. Я смотрю и еще же тебя тянуло зачем ты хоть объяснение какое-то можешь дать но при чем тут голуби нет завидуешь а голуби то а вы голубей любите и через это заставить боль. Вы понимаете вот вы даже не понимаете что вы делаете вот представьте вы приезжаете потеряв когда она занимается каждый своим домом своей коровой каждый свою семью целует а вы целое лето но вы эти два блаженных с вами рядом работайте с утра до глубокой ночи и платите деньги только нынче я заплатил примерно 220 тысяч нынче только не считая вот то что купили люди 220 да еще не все учтено только осенью еще прибавилось на 90 рублей вот как господь показывает у вас слишком хорошо все и потом мы испортим вам это хорошо на тебе то от этого легче нет я истомился вот понимаете как здесь выходит вот журнал на столе лежит душа это привезли на день престольного праздника от митрополита сергия берите кому сколько надо разбирайте я попутно хочу сказать берите и раздавайте но он сам не приехал я от этого отойду пока на епископа узнали он был в Белоруссии там какое-то справлялся какому-то святому и собрали все епископы но я заготовил ему подарок и подарил через братья пачку соли в мешочке холщиной и написал все места писания на мешочке слово ваше да будет правильно солью и прочее а Володя испек хлеб каждому священнику тоже по пачке пришел сами пришли на дом и по кирпичу хлеба а нынче когда он бульдозериса снимал верхний слой и попал на плантацию солодки а солодку копать это не черему пособирать это надо вглубь она идет на метр и один корешок там мизинец а здесь он срывается он идет земля сваливается и они на виду вам давали здесь да кто не получил солодки кому надо я еще привез так одной еще кому два солодка очень и очень важно это больше двух тысяч лет детская медицина им пользуется в записах сохраненном к любому горькому лекарству добавляют только на пользу в шесть раз плаще сахара кто не получил я привез мог бы дать вот попутно все это говорю как Бог это слышит и дал такого бульдозериста он уехал а потом звонит это вы меня примете потеряю вкух ходил на занятия с нашими даже и ходил в сад там в саду где были да ну ходил в огородчик то наш он ходил вот Арсений Виктор в саду помолиться надо будет тоже за него и что не скажешь он все делал работа проделана такая что тут он вместе не слушался два часа бился ни один корень не мог выдрать прется земля дрожит никак я говорю надо заехать с той стороны угол подрезать корни у него идут вот так я расписал картину он когда поднял корни так и идут под землей видите как это деревья у каждого свое свойство где-то и тогда три огромных пня он выволок батюшка куда девать никуда не трожь это три братца три ритези пусть они стоят по теряевке вот такой высоте вот такие корни там вообще не выскажешь ну и эту гору он растянул и пришлось дамбу не дамбу трассу продлили около глушковых песок выписали я там 7 кажется камазов по 15 тонн приезжал заказал сколько там 4 было на 78 тысяч щебенки только а потом надо разровнять и там в соседнем селе хороший очень для нас человек Евгений Долгов у него 7600 гектаров земли и техника он бесплатно уже 4 раза присылал бульдозер вот как Господь все делает все 4 месяца непрерывное словословие занятия не пропускали никуда не ездили я братьям говорил я не проповедую но если только не будете считать златоуса дважды я сразу выйду а Виктор уехал никто не считает у него горло болит а я холодный после бани березовки выпил полностью голос потерял сейчас чуть-чуть маленько восстанавливается почему не ценил дар этот тут-то я понял тут я промахнулся вот а Виктор-то вернулся я тогда вышел стал проповедовать стал проповедовать некоторому не понравилось ну не понравилось это вот мы ездили к Шерстобитову вы говорите никуда не ездили к Шерстобитову ездили да к Шерстобитову который мед пасечник у него 60 кажется колодок 70 70 колодок пчелосемей Ульев да и он говорит снимите у меня и выставьте это в виде рекламы мы сделали сейчас покупать к нему а нету меда а он измеряет когда ведро меда он выливает и говорит в прошлом году было 240 ведер а нынче там поменьше и пчелам все рассказывает и мы это все-все засняли отобедали у него и уехали весной запустили карпов уже приезжают даже из Барнаула ловят у нас вот как было а главное беда для нас бобры и андатра ну я купил капканы поехал 5 андатр поймал а ни одного нигде нет он когда спустился вниз там нельзя продраться там овраг такой откуда вода еще и нашел три дамбы которые сделали бобры как она в тишки как будто руками кто втыкает и дальше он грязь вот такими комками все замазывает и вода поднимается уровень он отдельно себе сделал а теперь мы этот где купаемся называется лагерный пруд Камагориха весь сваями убили потому что он копает землю-то в озеро топит а теперь пруд-то не защищен волны бьют обрушиваются а верхний слой с корешками он держится козырек вот так вот а лопату сунешь там пусто нам надо все это зарубить забить а корни не дают там такую маяту принимали просто невозможно сказать а сваи тяжелые а я гляжу Никита таскает подлея начал и у меня у меня что-то порвалось и кровь кровь и кровь недели две кровь так и шла вот приехал сейчас две недели два дня как будто полегше стало то есть умом я не осознаю этого а организм криком кричит остановись все молились я тоже это чувствовал и Господь благословил так вот мы приехали сходили к Насте я записал все останется детям ролик радостное у нее состояние она как мы пришли она вот так вот как и улыбка с лица не сходила до самого конца но я еще подарок привез тут у нас аронетка вот такие вот нарвал и говорю это очень полезное тебе лекарство подобрал и о детях и как приехали вам Ваня-то рассказывал как он тут работал как деньги получал помните да и вот они там построили углярку еще что-то а она как мать ну радовалась мы благодарны Богу и когда возвращались оттуда кажется Юля позвонила нам что горит вот Покровского собора очень сильно что-то семинария и мы когда подъехали везде милиция пожарные проехать нельзя но я немножко заснял горит весь микрорайон был в дыму от них это какой-то у них там хозяйственный прачечный отдел мансардный это все новостях Барнаула уже было у нас-то горело мы знаем что такое тоже требуется помощь молитва так попутался остаемся перед книгами книги эти пока принадлежат мне кто здесь хозяйничал кто продавал книги некоторых книг совсем нету просто пусто где-то кто Галина Николаевна поставлена но нету книг нету кроме того эти книги вот они чтобы две одинаковые нет здесь каждый другой экземпляр под другой все вот так перемешанное я приду тут буду сидеть кто зачем понять не могу объясните мне я сделала я же вам говорила что я сделала субботу я сказала не прикасаться как делать именно они перепутаны все сейчас 8 том там 3 вот я 8 там это вы уже сделали а я делала так да не надо делать я сказала не прикасаться миленький я не слыхала сейчас слышала и все равно будешь лезть нет не буду нет потому что мое все притягательное я вспоминаю сарай строили пошли на обед топоры положили вместе все взяли моего нет я искал искал а там работает Иван Семенович а подошел мой топор а почему он объяснить не может потому что мой я к нему прикасался и притягивает я уже знаю будете не делайте ни шторки не трожьте ни книги пока об этом говорю вот сейчас мне все заново надо тут у меня четные идут а здесь нечетные вы то не знаете этого вам даже и знать не надо когда дело в том что из книг тысячи экземпляров официально только документы у меня 600 документов библиотеках а вы понимаете что это такое я сейчас вот посчитал где то смотрите по сегодняшним ценам это 50 миллионов сегодняшние цены 50 миллионов я отдал я отдал так это не учитывая когда переезды какие еще книги были что это цветные и прочее сколько и поэтому 600 это минимум по документам которые у меня ушли совершенно бесплатно мы разрезали библиотеку сколько раздали мне остается едва ли 250 но мне оно не мне и поэтому просят люди вчера только двое звонили какие книги нужны тут я уже сам знаю меня когда нет я показал там уже стихи не трогать что-то не могу он один из зимпят всего был я его никому не могу дать я поневоле думаю ну почему что брали это определенно брали Галина Николаевна кто-то без вас хозяйничал нету допустим второго тома совершенно а их было три если их трех нет это означает вот эти девать уже некуда они в связке это пять машин у каждой снять по одному колесу сколько машин я одной нету нету ну не чужой же залазил здесь так книги брал не брал брал кто брал поднимите я брал я брал но я показывал вот три тома да все ну вот я просто вам такой случай случился чтобы попутно сказать иногда спрашивают вас не будет а кто и в интернете говорят вот потеряю кто-то приезжает из-за вас но это действительно приезжает ко мне не к батюшке батюшка их никогда не видел а кто они такие они приехали из Италии там из Испании крещение принимать ну и с батюшкой отношения налаживаются батюшка никакого отношения не имеет ни к работе в интернете ему бы это и даже и не было ему вот поехал по монастырям и у нас с ним здесь нет единомыслия он даже ему подарили компьютер планшет хороший и он несколько дней и дальше я не знаю куда он дел отдал или что это работа и Бог дает вот у меня здесь кто Виктор там Алексей первый начинали Саша Загуляев ну программисты а потеряйки нету Бог дал помощникам Никита разбирается и где что не так он сразу но есть вещи где никто не может заменить вот здесь у нас есть а там я буду называть что-то того нету нету и нужно чтобы они были и вот спрашивают вот вас не будет а как будет потеряевка будет но ничего того что вы делаете не будете у вас нету последователей потом сослались ну вот вы с Володей близкие кто-то об этом помолитесь в этом есть доля правды и доля неверия когда убивали Стефана и сделали большой плащ о нем никто не думал что будет замена и замена превышающая в несколько раз потерю Савл будущий Павел я всегда говорю нас не будет батюшка именно батюшку заметит а меня вы даже не заметите я уйду то есть когда меня не будет почему я остался здесь а у батюшки кадила погасло и больше ничего нет надо будет тогда думать как дальше ну я сказал посты наступили пошел причастился тем более мы принимаем летом приезжали к нам баптисты уже четвертый раз Табулский район так кажется что они приезжают зачем я тогда решил пройти всех по деревне там к Кустиновому к Володе к Сергею Павловичу зачем они приезжают они пели хорошо пели молодежи много там я не знаю человек наверное их 13 было где-то так ну да 12 как они поднялись вы никогда не поверите в баптисты столько злобы вылилось вот они уехали больше месяца и дня нету чтобы они не нападали ярость только что матерков нету этот черт рогатый тут все мешает это я черт и рогатый а почему вы думаете что баптисты в народе все-таки слово православие относится лучше чем к слову баптист это иностранное оттуда американизмы все пришли и поэтому какой бы ни был там блатной я православный и поэтому за баптистов заступаться не будет мне не надо говорить тут простая статистика говорит и под разными никами аватарами заходят то свет христов то там боголюбец христолюбец там это они сами себе дают но я им сказал вы секты вы ересь спасения вам нету вне церкви вы хорошие все но хороших в аду там очень много вспомните бегца из ада фильм показывает вот так я не могу все сказать какими они меня клеймят до того мне смешно писание не знают вчера один мне скидывает материалы а вот это вот что проглотить там при счастье там начинает говорить из-за рубежа а я сразу ну понятно я говорю вы взяли это из книги во что я верю Льва Николаевича Толстого он видимо никак не ожидал прямо заглох говорится сразу а я дальше поясняю почему не пишут про Льва Толстого что воптину пустынь перед смертью поехал как он там шатался ходил чтобы его приняли а сам боялся сказать как за него сестра Мария ходатайствовал за мертвого чтобы его можно было отпеть вы это не говорите я выставил все эти места писания которые говорят при жизни ты такой но будет день когда тебе ничего не надо будет он богохульник был он еретик ужасный сколько их людей погубил конца краю нет ну для того что смотри даже Толстой знал какое ходовое православие я показываю вы и Толстого то не знаете чем он кончил дальше вот сказал про юмор Игорь его нет сейчас да вон он здесь а вон там сидит это знаете больной так врачи говорит она пришла как в анимации лежит как операцию сделали но надежды никакой нет желудок вырезали плеченку ополовинили то другое как ходить он не может но недолго у нас побудет месяца полтора еще а потом месяца на четыре вам надо конечно платить никто не будет в санаторий поехать она опечалилась такая ну а потом под руку водить будет на коляске катать она совсем да ладно я пошутил умер умер и жена сразу пошутил просто умер умер значит никаких расходов нет все равно уже не работник вот тоже юмор тяжелый корабля к нам приезжал гость по интернету познакомились Игнатов Сергей Егорович юрист юрист удивительный человек путешественник все знает получил маршрутку но решил своим путем доехал до подстепна слез ночевал раскрыл палатку у него с собой килограмм наверное 30 с лишним коляска и он увидел мотоциклист туда поехал пошел совершенно другим направлением и 4 километра которая до нас он 36 часов шел 36 часов кишком и мы много с ним записали он уехал и отношения очень и очень хорошие и я каждый день выставляю сейчас ролики которые были снимут так я давал ключи у кого ключи наши поднимите руки так кто не принес отворот что ли отворот все вернуть каждый год я забираю в прошлый год а при отъезде даю иначе весной их не будет вернуть все ключи теперь мы приехали ворота мы не запираем он не нужен мы не пользуемся так Игорь Александрович можно я вставлю вот зашел вопрос вот об этих клетках которые там в погребе для картофеля для картофеля на морковь там еще что от Алексея загуляя наступило предложение чтобы все вот ваше место где вы храните было подписано потому что весною даже не весной а вот в конце лета уже нужно убирать и там вонище остается некому убирать и не знаешь чье это все говорят свое вытащили а чье-то лежит ну вот залезли туда 7 мешков проросшие и мешки полностью пропали чьи? Надежда Васильевна искать-то никого не надо их вытащили мы во дворе она пришла и тут Татьяна Муха Петеримова а Надежда не мои ну как не мои Володя говорит вы же слово пускали ты бы раздала их не мои а потом повернули а там надпись Надежда Васильевна на мешках надпись так что предложение абсолютно правильное и уезжай лучше раздайте вот мы обращаемся кто хорошо у нас берет помогает это Валерий Сергеевич Сокольский понимание не всегда бывает картошка и с удовольствием ее возьмет правильно? у меня лишняя картошка есть? нет уже сейчас не сной картошку когда добавили тогда ты всегда брал чем я геннадий отдайте кому? чтобы было как так кто мешок сухарей положил где у нас тут продукты лежат мешок сухарей какой-то зеленый мешок рваный кто положил? по-моему это Любовь не Любовь Николая нет она с собой увезла вот понимаете кого нет того ищет где она Любовь Николая там два мешка лежат подписано сухари потеряю в скотине да? в скотине и вот мы поехали два быка приехали сюда и знать ничего не знаю но я говорю я обнаружил на стол а там где-нибудь какие-то не как нам не они стряпают совершенно другое мы день один второй еще такой не то демешок не такой и какие-то там ну совсем и дым изо рта идет можно сказать но она нас не побеяла мы святую Богу пьем мы не отравились как у святого Сергия Радовича как нам везде теперь эти мешки и пыль изо рта идет вот кого нет Николай хочу читать не умеет в лагере так же как только что-то обнаружится неправильно сделано кто сделал дети смотрят кто уехал хотел сказать слово о Роспотребнадзоре в прошлом году они нас посещали и такие отношения были но Господь позволил мне проникнуть в эти замыслы дьявольские где есть вот они в 10 вечера приехали допустим в среду а в четверг я уже лагерь размонтировал его нету я понял никогда нам не устоять прокуратура суды полиция все на их стороне все но мы то сделали так как они не ожидали не видели приезжал начальник уголовного розыска не один раз но даже шагу не шагнули к нам а как у вас лагерь закрыт они подъехали лагерь заросший травой а я теперь лагерь весь строение передал потерявке они чистятся за ними ну мы там что-то там клубника или такая вот Виктория маленькая там посажем и Галя скажи хода ли нам сделали да нет даже лучше это скажет любой кто там был и ребятишки и все все у нас было рядом вместе и в прошлом году был из Канады один мальчик а нынче они четверо прилетели были здесь вот в общем все было хорошо труд мы каждый день благодарим Господи как мы рады что ты нас избрал ты дал ты дал нам возможность есть хлеб в поте лица это ты нам доверил не мы ну а кто же это сделает у всех свои занятия дом а мы свободны и мы все время благодарили Бога за труд который он нам дал вот эту молитву я нигде не читал но она просто здесь в поте лица мы приходили как лягушки мокрые от пота это Господь так сделал ну вот почти все кто-то благодарил даже буря прошла шифер где-то сдернуло и все мы отремонтировали и деревья убрали распилили раскололи дров у нас нету надо чтобы кто-то был ответственный кто у нас ответственный за дрова никого нету я в прошлые годы вон Игорь Владимирович Дубунов доставал нынче видно никак я ему говорил позаботься нет теперь надо дрова помолитесь о том что я заговорился с Евгением Долговым чтобы он дал мне КАМАЗ КАМАЗ это большая такая машина она может 15 тонн везти и дал с прицепом у нас очень много дров и мы бы привезли не на один год дело в том что потеряя в код приезжает кто-то ну вот мы еще приехали с зоной с горного Алтая где место с одной стороны два места с другой там где есть строится и где отрожки были потеряем то есть 6 мест где может строиться 6 мест выбирай но внутри деревни вот между где Татьяна Новиков была и тут наша гостиница была там заросли тополей примерно вот такого вот объема вот такое вот такие тополя там не подойдешь провода никто туда даже не зайдет и зайти нельзя и вдруг приезжает от Роман малыш малыш это означает когда фамилии давали кто-то из них был Карапет фамилии-то Кузнецов Попов Марлин Димитриев откуда по названию родителей давали и он начал пилить их и повалил почти все но при нас было еще там провода там порвалось и как бы неприятность и он на самую макушку залазил и по помаленьку пилил и где из интернета узнал сделал такую какое-то сиденье такое поднимается и сидит как в сиденье поднимается на высоту 20 метров сидит один раз дернул отпилил а тут приехали из района еще стали один тополь укорачивать не тополь а сучки маленькие а сучки примерно ну вот такого диаметра сучки там много тонны и у него братья с Никитой раскололи почти все и он говорит половину дробь отдаю и он уже заложил основание в фундамент на столбах нынче как бы не он мы половину не сделали даже с трактористом где обратно ехать туда за нами не пройдешь у него машина джип американская она ломается сейчас тут в Барновле на привязи стоит в мастерской и он все время везде помогал только абсолютно безотказный поэтому моя просьба никогда не спорьтесь с Нима плоской земли пусть он на плоской а мы на шарообразной а мы на шарообразной а мы не будем больше спорить да он же сам едет вот же в бутылку шарообразной на него здесь летом не было а сестры рассказали про землю малыша с ним не спорят об этом и он несколько раз материалы подкидывал там какие-то говорят об этом но никогда он вот и как позавчера кажется был приехал то есть он абсолютно незаменимый пилу отремонтировать его пилой с пилем привезти уже с пилем привезти не на чем и он их захватывает и прет как белоруси так я высказываю то что вы спросили меня я ответил какие изменения с ним не спорить даже он скажет где-то это не имеет никакого значения на спасение это его выбор но он понимает не так а остальное это он понимает так чтобы не спорили у нас ни одного слова нигде не было ну езжать никого нельзя взять там не проедешь Сергеева машина так она по асфальту идет там он даже не поедет а он мой брат позвонил упал сломал несколько ребер упал и надо убирать картошку мы только сказали Роман на машине и нас человек шесть туда все за три часа все сделали и опять уже мы дома и вот куда бы мы не не сунулись без Романа нам бы нигде нечего не сделать в последнее время мы двести свай заготовили благодаря ему поэтому знаете как есть такой рассказ когда лев зажал мышку где-то она пищала говорит отпусти я тебе на принуждение помогу он говорит ты поможешь вошка ты кто ты такая но попался в сеть а сеть когда ловит его у нас сеть большая огромная поднимает и он в воздухе висит а в воздухе висит он силы нет опираться это не на что она перегрызла за ночь все он выпал оттуда и ушел ну сказка такая есть поэтому ты не знаешь кто окажется более нужным в какой-то обстановке так зимой если будете помнить вот мне хочется углубить пруды драглайн это экскаватор который на веревке на канате забрасывать на любую глубину дальше тащит он почти пол кубометра или кубометр повернется и чтобы было куда вывалить три пруда мы могли бы ну восстановить ну часть затянет потому что он везде не может пройти нигде нету до самого Ленинграда до Санкт-Петербурга наконец нашелся один отремонтировал но требует цену я говорю вот как бульдозерист у тебя разница никакой нету нет вести та же самая платформа так же ты за рулем сидишь нет полтора раза больше ну мы попятились батюшка хотел помочь драглайнистов нету сейчас все драглайны полностью порезаны никто не выпускает не выпускает только старый он сделал его рабочий и поэтому он работает может быть один уже на все а там работа не как на гидравлическом экскаваторе там навык совсем другой ну да поэтому он берет дорожек ну вот спасибо Христос значит три пачки салон можете не уходить там сразу вам дадите к нам подойдите да вот про Татьяну Нолику вы не сказали но я полагаю сестры надо навестить ее посмотреть ее давно уже нету передавала поклон да я ей звонила тоже она передавала поклон она как бы не как бы она жива относительно здорово у нее там заботы какие то что то у нее там мы рассказывали все что то провалилось у нее там строительство я не могу пока пока все это не отремонтируется ну в храм-то плюс родители ну это вопрос это вопрос это вопрос родителей она не ходит в тот храм однажды слушаем Татьяну Кузьминовичу у нее слово да минутку я прям пол минуточки даже я просто хотела вам поклон передать от Гали Кубайкиной она вчера ходила концерт был вот здесь концерт православный был понравился очень ей и я хочу сказать что мне вот в душе было то что она в длинной юбке и по нашей форме одета так она и ходила на концерт и в церкви и Галина так ходит и что вот нашу форму они соблюдают слава Господу поклон всем от них спасибо Игнать Ильич я хотел сказать что это устаревшие уже понятия драглайнах там и так далее зачем вам эта механика у меня есть знакомый который чистит пруды с землесосами это намного все проще и легче просто опускаются шланги и тут же вода берется и под давлением там получается разреженная атмосфера и вот такая труба и они по дну просто ее вводят с лодки или с плота все с собой у них и все и они чистят а это все и ла туда выбрасывается на любую глубину пока не дойдете домой тут вот какое дело мы новый пруд заложили иначе там дети укупаются и там никаким насосом не возьмешь он просто как бетонный поэтому он только выскребать может это хорошая мысль но у нас то там по другому не подъедешь это в первую очередь а потом надо его по озеру как-то кто-то чтобы возил ясно ну понятно все с вами я вам объясню потом ну хорошо вы не можете вместить так это что я скажу сказали о концерте вы слышали беду которая в Америке была да все знаете да да а вы знаете что перед этим показывает проповедник который уличный стоял он стоял люди на повороте где концерт гала это будет он стоял говорил им познайте Христа вы идете на смерть конец Бог положил вашим блужданиям спаситель умер за вас у него голос до того зычный стоит и они поворачиваются идут туда и перед этим перед самым тем как тот начал расстреливать их это самая страшная трагедия в Америке больше 50 теперь вроде убитые более 500 раненых 59 и более 500 раненых и ходила какая-то женщина в передних рядах мексиканская наружность и она говорила вы сегодня все умрете вас дьявол собрал сюда потому что они там всякие хуления говорят вот это то самое важное это не говорят они здесь а там мы видели как этот проповедник мы не раз его смотрели он громко за и один подошел начал выламываться а полиция смотрит и его не трогают совсем вы знаете что этот закон яровой не разрешает чтоб ходили где-то поэтому чтобы можно было нам ходить благовествовать надо быть зарегистрированным чтобы прошли здесь курсы и выдать справку мы это сделали я сказал кому мы выдали берегите посмотрел недавно одного а у него она растрепана как будто кошки играли что же вы так не храните это документ с двух сторон печати и потому к нам претензий никаких нет нам закон яровой ни грамма не помешал давайте сделаем поменьше документ и заламинируем чтобы протянку не носить в груди так взял сюда и уже меньше можно сделать мы сделали один к одному как этот закон какой это регистрация сейчас паспорта вообще геометрические есть ну однако вот так пока наши документы работают на 100% а я сделаю маленьким скажут такие документы никто не выдает у вас условие не сгибать вот такой вот формат А4 его с собой не будешь носить да с собой возьмешь я беру а вы не можете обыкновенная папочка обыкновенная папка которая документы везде положи в папку я сказал хорошо что вы сказали проблема только в одном можно попробовать сделать но в нем должны быть в этом документе должны быть сведения обязательные если его сделать меньше это либо надо слишком уменьшать шрифт ну либо не знаю как уменьшить а там печать видно алтайское отдел юстиции и прочее нельзя уменьшать папка обыкновенная папка ну знаете документы хранятся что особенного да ладно что особенного любители шоссе можно сейчас технологии такие почему нельзя и мы же не просто ходим пустыми у нас вот такие пачки всего это в рабочем порядке можно будет обсудить есть документы которые важны водительского строения ПТС там информации не меньше и все там видно все читали так значит что у нас еще у нас еще будет песнопение трапеза и занятия Виктор Андреевич небольшое объявление по поводу Красного четвероевангелия православное здание заказ уже заново я заказал там две тысячи экземпляров надо собрать десять тысяч шесть с половиной уже есть то есть мы уже собрали то есть надо еще добавить если у кого если Господь расположит я собираю да из копилки из копилки из копилки взять так ну и братья еще напоминаю вам братья Сергея в Козлове который в Воронеже постоянно помните его в магнитах несите а еще на крыльях даже что это раздавать только маркированную можно что это закон молимся достойно есть всякого истину блажите Тя Богородицу пресно блаженную и брене хорошую и Матерь Бога нашего честнейшую херурим и славнейшую бессонения серафим безыцвения Бога слово родшую сущую Богородицу Тя величаем Господи защите Родину нашу от нашествий на племенников от внутренних распри от беззакония которое в тайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат Тебе как должно пусть покавятся в неближении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи прави до суды Твоей над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии прости нас Господи владыка жизни что сокрыли имя Твое Бога Иегова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воотче Господи научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей тебе хвала слава чести поклонений Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Настя всем передает поклон и благодарение за помощь молитвенную материальную духовную спасибо Господи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok